Здравствуйте мои друзья мои Сегодня у нас 26 Какое у нас сегодня число? 26? Гаухарь, в кадр влезьте пожалуйста Ну дорогой, а то вот так вот Съедание Гаухарчик Друзья, значит так, сегодня у нас 26 октября 2013 года Если я конечно не ошибаюсь Суббота, спасибо во-первых всем вам, кто пришли Все-таки суббота, народ отдыхает А тут базар о смерти пойдет Ну, какой-то свой оптимизм есть Скажите пожалуйста, сколько нас там народу сейчас? Восемнадцать человек, Восемнадцать двадцать А что, двое появляются и исчезают, да? Понял Ребят, ну давайте, давайте поговорим Значит, как так вот, как получилось, что нас всего восемнадцать двадцать И почему вот так в субботу? Дело было так Мы вот Где-то Дни десять назад Здесь, в Сербии, у нас был У нас была Была лекция Вот И было много народу И как-то так получилось, что сама лекция Ну, прошла лекция, как обычно проходит, да? С элементами, скажем так, шоу Ну, а потом подошли мои же и попросили Говорит, у нас было Есть икс количество вопросов Которые мы не можем задать При присутствии, ну, скажем так Молодых наших Новых друзей Которые по-своему смотрят на вещи Говорит, мы бы хотели это отдельно Я говорю, ну давайте отдельно Что значит отдельно? Говорит, а можно завтра? Ну, можно завтра И вот получилось, что на следующий день Человек Пятнадцать, кажется Самых таких Передовых Пришло Задавать эти вопросы И лекция как-то Автоматически продолжилась На самом деле На следующий день То, что получилось И была лекция Которая должна была получиться Ну, потому что люди были Подготовленные На определенном таком уровне Понимания И взаимопонимания Было очень плодотворно Продуктивно получилось Все И она делась долго Два с половиной часа Я даже не заметил Что так долго был разговор Долгий И вот Такой подход Показал эффективность Подобной лекции Когда Я не подстраиваюсь Под молодых наших Скажем так Друзей Которые тоже должны Начинать А для них Будет отдельно А вот для Передовых Отдельно И вот так появилась Вот такая визия Идея Сделать Лекцию Нашу с вами Еще одну лекцию Но только для тех Которые уже Скажем так Не для начинающих Вот Так что вы Не начинающие И тема Естественно Тоже должна быть Ну скажем так Не очень легкой А интересной С необычными поворотами То сегодня у нас Элемент шоу Не существует У нас будет разговор Друзья Тема сегодняшнего Нашего разговора Заслуживающего уважения Называется Смерть Мы потом в дороге Посмотрим Насколько это дело Заслуживает уважения И почему слово Уважение Я употребил А не какое-либо Другое слово Значит у нас будет Диалог Не монолог Вы мне умные вопросы А я постараюсь Такие же умные Ну умные Правильные Служу умные Тут уже не подходит Правильные ответы С позиции Сегодняшнего дня И моих каких-то Знаний и взглядов Ребят Для начала Для начала Давайте начнем вот так Когда мы говорим Смерть Ну просто Очень просто Сами себе Скажите Смерть Что возникает Давайте посмотрим Вот сама мысль Или слово Смерть Что поднимает Какие волны Опишите мне Пожалуйста Сами Кто что может Сказать Конец Смерть Усово Черно Не выделяйтесь Смерть 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 Значит Значит Обратите внимание У нас есть Какое-то Трафаретное Понятие Жизни Какого-то Состояния Чтобы рассмотреть Приблизиться К смерти Давайте попробуем Почувствовать Жизнь Вот то же самое Теперь не говорите В себе Смерть Скажите Жизнь И опишите Мне То что Появляется Ну Давайте Движение 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 Двигание 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 Ничего Я Смерть Просто Размышите Двигание Ум Вызывает Вызывает Ли у кого-нибудь При слове Жизнь Бесконечность Состояния Нет Любопытно Когда мы говорим Жизнь Не вызывается Состояние Бесконечности Но в то же Самое время Почему-то Не вызывает Состояние Конец Если Сама Жизнь Если Сама Жизнь Это какой-то Ограниченный Период Времени Не важно Чего То Осознание Этого Периода Должно Основываться На Не на Дистанции А на Величине На Ой блин Русский Меня подводит Длительности Извините Языки Длительности Этого Периода Но почему-то Начало И Конец Это не основные Параметры Которые у вас Возникают При слове Смерть У вас Возникает Конец Неужели Конец Относится К Смерти Или Относится К Жизни К Чему Относится Слово Конец Любопытно Вы Правы Посмотрите Относится К Жизни Ассоциация Конца Приходит При Слове Смерть В том-то и дело Что слово Смерть У нас У вас Ассоциируется С концом Жизни При слове Жизнь Почему-то Этого Конца Нет Но Логически Посмотрите Конец Жизни Относится К Самой Жизни Хоть Одна Микросекунду Но это же Тоже Считается Жизнь А у нас Оно Нет А при слове Жизнь Ассоциация Конца Не Присутствует Почему-то Как вы Думаете Лучше Быть Сомненьшим Еще Раз Я и спросил Присутствует Ли у кого-нибудь Ощущение Бесконечности Никто Сказал Да Когда Говорили Жизнь Значит Жизнь Бесконечна Жизнь Бесконечна Хорошо Продолжим Я просто Сейчас Хочу Показать Знаете Что Конфликтные Элементы Которые Возникают В голове У человека У каждого Нормального Человека Где при Нейтральном Подходе И просто Самом Простом Я бы даже сказал Примитивном Анализе Что-то тут Не работает Давайте Посмотрим Чернота Вы сказали Чернота Было такое Слово Кто бы Мог Не объяснить Что подразумевается Под словом Чернота Неизвестность Неизвестность Вопрос У нас сегодня 26 октября 2013 года Известно ли вам 18 августа 2025 года Нет А почему слово чернота не используется там Любопытно Вам неизвестно Смерть Вам неизвестно 18 августа 2025 года Какая между ними разница В одном у вас ассоциативно Чернота А в другом нет Воздице в том что Смерть Как понимать Чем-то Неизвестно Смерть Коротого Да И здесь есть Живот Смерть А Попробов Церноту Потому что Одну Акцент на самом качестве слова Черный Что под этим подразумевалось Еще что Пустота Вы сказали Еще что было там Что касается смерти Страх 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 Очень хорошо Страх Очевидно Страх Неизвестно Борь Потеря Борь Хорошо Вызывает ли у вас страх Ваш завтрашний день Нет Почему Нервы 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 Потому что На свадьбе Дезапечат Что за следующий день Похоже на другое И проявляю Чего-то Нервы Скажите пожалуйста Вам Вы Вы там Любите Бишбармак Молодцы Вот представьте Сколько лет Вы кушаете Вот Ваш национальный Супер Бишбармак Вы У вас есть У вас есть Эмоциональное состояние По отношению К этой еде Правильно? Да То есть Когда я говорю Бишбармак Что возникает У нас там Какие Национальные Вот Народ ожил Народ ожил А не то что о смерти Правильно? Хотя мы же Сами понимаем Что безбармак Бывают разные Удачный Неудачный Получившийся Не получившийся Гадость Последняя Можно его так Испортить Но все равно Ассоциативно Почему-то У народа Улыбка На лице Рожа Разъезжается Слюни Текут Он 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 Воспринимает Бишбармак Таким Каким Он Хочет Его Воспринять На основании Своего же Опыта Ну потому что Вы знаете Как его надо Кушать Теперь давайте Попробуем Возьмем Кого-нибудь Ну Сейчас возьмем Ну Какого-нибудь Голландца Чтобы он Выздоровел И поставим Перед ним Бишбармак Вот Какое Эмоциональное Состояние Будет У этого Человека Ужас Никакой Растерянности Вы знаете Да Растерянность У определенных Ужас Внешне Бишбармака Особенно Элеганс И Так сказать Не привлекает Да Вы сами Знаете Бишбармак Ну 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 Он и есть Бишбармак Внешне Как вы думаете Почему У этого Человека Нету Того Эмоционального Состояния Которое Есть у вас Он Его Не ел Он Его Не ел Вопрос Вот Сейчас Пойдет вопрос Чье Эмоциональное Состояние По отношению К этому Бишбармаку Правильнее Ваше Или этого Человека Нету 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 Правильнее И Правильнее Состояние Не позже Да Состояние Нам Как у него Действие Состояние Припочтение 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 Он Когда съест Ему Понравится Ребят Но Он Пока Еще Не съел Так Вот Получается Так Что Нам Сложно Будет Определить Правильность Эмоционального Отношения К Бишбармаку Только Потому Что У Этого Человека Не Сформировано Еще На Чем Она Начинает Формироваться Давайте Посмотрим На Чем Начинает Формироваться Его Эмоциональное Отношение К Бишбармаку На Опыта А У Него Нет Опыта Бишбармака Совершенно Правильно Изначально На Внешнем Факторе Смотрите Посмотрите Со стороны Ребят Давайте Попробуем Вы Люди Мудрые Как Выглядит Бишбармак Не Внешне Не Внешне Да Это Не Это Не Наполеон Или Эклер Короче Непривлекательно То есть Изначально У этого Человека Не Езшую Бишбармак Возникает Элемент Не Сомнений А Антипатии Возможной Ну Потому Что Не Соответствует Его Голландской Жареной Картошке Хотя Бишбармак Запах Запах Это Второй Параметр Да Посмотрите У этого Человека Начинает Формироваться Отношение К Бишбармаку Я Извиняюсь Бишбармаку Которая Ничего Общего С вашим Отношением Бишбармаку Не Имеет Вы Начинаете Объяснять Да 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 Что Голландская Твоя Душа Ты Даже Не Представляешь Что Это Такое Не Обманывайся На Внешний Вид Ты Только Попробуй И Несмотря На Внешний Облик На Запах Достаточно Интенсивный Мы Заставляем Этого Человека Переступить Перешагнуть Через Своё Отношение К Бишбармаку Первое Первоначальное Голландская Его дружба Чтобы она Выздоровела Перешагивает И Попробовала Знаете Какая Будет Реакция Типичная Голландская Да Вот такая Вот У них Это В культуре Выражать Вот Вот такая Будет Первая Реакция Потому что Бишбармак Для его Вкуса Он слишком Агрессивный По вкусу Они не Привыкли К агрессивной Еде Это Вареная Капуста Жареная Картошка Там Какие-то Огурцы Бобовые Фасоль Какая-нибудь Знаешь Вот такая Вот Second hand Еда Вот скажу Вот так Вот так Они и питаются И вдруг Бишбармак Причем Канина Мясо Все-таки Агрессивное Вот это Будет Его реакция Можно ли Сказать В этом Случае После того Когда этот Человек Увидел Понюхал Попробовал Что у Него Есть Правильная Позиция По отношению К бишбармаку Он считает Что его позиция Правильная То есть В любом случае Его позиция По отношению К бишбармаку Правильная Только потому Что она Основывается На его Опыте Голландском Во-первых Он сам Такой Во-вторых Вот это Первый опыт Значит Позиция Правильная Можно ли Сказать В этом Случае Будьте Осторожны Что бишбармак Плохая Еда Нет 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 А теперь Скажите Мне Смерть Это Конец Нет Смерть Конец Какая Разница Между Бишбармаком И смертью Вы Тоже Как Голландцы Ничего Не Ели Откуда Вы знаете Самое Интересное Бишбармак Хоть Пахнет Хоть Внешне Не Привлекателен И Вкус Агрессивен А что Мы знаем О смерти Ничего Там И не Пахнет Внешний Вид Как Мы даже Не знаем Как Она Выглядит Как Выйдет Умерший Человек Я Вам Скажу Спокойно Упорядоченно Упорядоченно Нейтрально Без проблем Никого не беспокоит Ничто его не беспокоит Сомнений нет Эмоциональных давлений нет Хочу не хочу Нет Чем не устраивает Тяжелый 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 Да Вот это единственный минус Говорит человек На эту тему Человек сидит дома Ребят Нормально Ну вечером Сидит Культурно Газеты читают Вдруг Звонок Открывают Стоят Четверо С гробом Извини сосед Говорит тут Не прохожие А Как он называется Развернуться Развернуться не получается Развернемся у вас Ребят У вас у всех Так же как у любого Нормального человека Есть Есть эмоциональное Отношение К бешбармаку Который вы даже Не видели Почему Почему это так А может просто Не надо Чтоб вы туда Совали свой нос Вот интересно Вот как мы Воспитываем наших детей Вот не делай этого Придет там Кто-нибудь Бабушка Дедушка Я не знаю Баба Яга Она то Все Фафаля Ты рубля Это очень опасно И ты Тогда И начинаем Бедного ребенка Пугать Какой-то Баба Ягой Которая придет Что-то она ему Сделает Бедному Вот Потом травмы А потом уже Ко мне А на самом деле Мы всего лишь Хотели человеку Сказать Ребеночку Что Это не надо делать Это опасно Для тебя Сегодня Здесь Сейчас Вот и все Сегодня Здесь Сейчас Ну например Не играйся С розеткой Не играйся С огнем Потому что Тебе всего Пять лет Будешь ли То же самое Говорить Человек Которому Ну например Двадцать Ну будешь Выглядеть Как последний Идиот Да Если скажешь Двадцатилетним Вот не играйся С огнем Придет Баба Яга Причем Не молодая И тебе Нечего Будет С ней делать Получается Что Текст Форма разговора И форма презентации И формирование Мнения Зависит И должно Соответствовать Возрасту Той особы У которой Ты хочешь Сформировать Мнение У нас У людей Есть Сформированное Мнение По отношению К смерти А так ли это Любопытно Никто Из мертвых Пока что Не жаловался Ни один Ни один И почему-то Ни один Не собирался Вернуться сюда Вот не возвращается Народ Интересно Что То эмоциональное Состояние Которое Появилось По отношению К смерти На самом деле Это страх Уйти Из жизни А не страх Прийти В смерть Продолжаем Разговор Давайте определим Что такое Смерть В этом случае Что мы Подразумеваем Под словом Смерть Кто хочет Дать свое Объяснение Смерть Смерть Я Смерть А ваше мнение Не конкретно Ваше мнение Для вас Эмоционально Что такое Смерть Кроме Черноты И так далее И так далее У меня Нет Смерть Прекращения С вами Вопрос Жесткий Вопрос Жесткий Требующий Интеллекта Кто хочет Умереть Вот между Вами Там есть Кто-нибудь Нет Вопрос Еще Жестче Кто Хочет Вообще Не умереть Никогда Я Вас Я таки Вас Не понимаю Ребят Вы как-то Определитесь Убираем Нет Да Пока Это Не умереть А Со Временем Вот Отлично Сказано Со Временем Что Может Закрыть Посмотрите Когда Умереть Ну Смерть Неизбежно Вопрос Не Понятно Что Она Неизбежна Но Захотим Умереть Значит Ли Это Дело Что Те Которые Сегодня Боятся Страх Чернота Пустота Ну Это Вы Там Наговорили Вдруг Захотят В черноту В пустоту В страх И так И так Далее Значит Ли Это Так Нет Конечно Но Почему На Сегодняшний День Это Страх Густота Ла Ла Бу 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 Ту Ту Но Есть Опция Что Вдруг Захочется Умереть Мы Все Держались За Жизнь Я Извиняюсь За ее Половые Органы А Жизнь Вам Всем Показывает Много Разных Половых Органов Своих Так Мы Держимся Висим На них И Все-таки Жизнь Ценим Существенно Больше Чем Смерть Почему Сегодня Сегодня Почему Это Так И Вдруг Возможно Придет Момент И Захотим Умереть Насколько Это черное Тогда Получается Черным И Не Черное Для 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 Того Человека Который Захотел Умереть Если Вдруг Конечно И Он Не Умирает Не Жизнь Ли Та Которая Приобретает Черный Цвет Пустоту Бессмысленность И Так Далее И Так Далее Почему На Сегодняшний День Вашем Мозгу Подготовленных Людей Жизнь Это Цветочки Одни А Смерть Это Просто Катастрофа Самая Это Я Вопрос Задаю Почему Это Так Мы же Взрослые Люди Уже Все Так Мы Понимаем Что Жизнь Это Не Совсем Цветочки Ну А Кто Думает Что Жизнь Это Цветочки К тому Надо Психиатру А Что Такое Смерть Мы Не Знаем Почему Жизнь На Сегодняшний День У Нас Вызывает Больше Интереса Чем Смерть Ну Мы же Знаем Что Это Смерть Ну Мы же Это Знаем Что Здесь Помогаем Да Вы Смерть На Уроке Что Что Смерть Как Делать Что На 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 У меня Ассоциируется На 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 Вы уже исчерпаны, и вы имеете тяжело у меня на протезе, когда вы имеете в виду, что вообще не привлекаетесь на этой технической операции. У меня есть жизнь такая, уже не знаю, у меня, что мне хочется привлекать здесь что-то новое. И это новое, это смерть. И почему вы меня к тем временем привлекаете, потому что это, как людей, войти в конец. И я, как-то, был не готов, потому что у меня есть голодные интересы, но вот это и жизнь. Вы имеете в виду, как реализованных функций. А когда я считаю, что я должен полностью реализоваться, все свои функции, как и исчерпав, мне интересно, что это то, что для меня перевести. Понимаю. Понимаю. Вы хотите сказать, что человек, исчерпавший свои функции, возьмем хороший вариант, плодотворно исчерпавший свои функции, еще плодотворнее смотрит смерть с огромным научным интересом. Я проведу аналогию с бешбармаком. Опять же. У меня как-то это, что-то бешбармаковое у меня сегодня настроение. Вот мы сидим с вами и жрем этот бешбармак, как белые люди. Кайфуем. Шикарно. Съели. Бешбармак у нас дал удовольствие покушать. То есть сам факт. Посмотреть. Кайф. Понюхать. Кайф. Пожевать. Кайф проглотить. Кайф. Кайф продолжается. Поспать с бешбармаком внутри. Кайф. Проснуться полных сил от бешбармака. Мы не чувствуем, что это от бешбармака, но реально от бешбармака тоже кайф. И вот хочется нам последнюю часть кайфа. В туалет. Чтобы избавиться от последних этих кайфов бешбармака. И тут запор бешбармаковый. Вот смотри, как интересно. Давайте посмотрим от начала до конца. Конец это так называемая смерть. И вдруг запор. Не вылезает бешбармак из нас. Кайф ли это? Кайф. Вот так чувствует человек, который хочет умереть. Так что большого интереса тут нету. Тут именно ощущение застрявшего бешбармака, который свое отработал, но не вылезает. И организм вынужденно существует, потому что из него не вылезает жизнь. Ну вот, хорошо сказал. Организм вынужденно существует, потому что из него не вылезает жизнь. Ничего приятного здесь нет. Даже наоборот. Это ужас, ребята. Таких людей очень много. Которые живут в этом ужасе. Почему не вылезает жизнь? Да просто запор. Запор. То есть тот же самый бешбармак, который так плодотворно создавал кайфовые процессы в тебе и эмоциональное состояние, становится огромной проблемой в определенной фазе своего бешбармакского пути. И это называется жизнь. Смотрите, как интересно. Если провести аналогию вот в временном диапазоне, нет ли у нас возможных сомнений, опасений, я не знаю, как сказать, даже не страхов, что 25-м году, 18-го августа, это дата вот этого запора. И бешбармак не будет вылезать. И мы, ну, это я генерализирую, возможно, будем жить с запором. И это крайне неприятно. Будем ожидать смерти, но жизнь не будет уступать. По логике вещев, мы должны радоваться всему этому. Живем же, люди. А оно как раз наоборот. А так хочется умереть. А не умирается. Понятно. Почему люди не боятся запора, который является нормальным, естественным следствием бешбармакового пути? Потому что он уже внутряш. А боятся смерти, о которой ничего не знают. Мне непонятно, например. Может быть, вам понятно? Кто что хочет сказать? Может быть, еще есть вопрос, как умереть? Это тоже есть отношения. Прекрасный вопрос. Вы очень правильно поставили. Сейчас пойдет жесткий тоже с моей стороны. Может ли привлечь живого человека красота его смерти? Нет. Ну-ка, опишите мне красивую смерть. Я бы хотел посмотреть. Что в этом случае было? Вон, Гоухар сидит. Пусть это привлечет ее. Попробуйте, ребята. Вон, Гоухар сидит. И у вас не паспит. Не паспит. Не паспит. Не паспит. Да не в красоте дело. Да не в красоте дело. Да. Не паспит. Не паспит. А как вы думаете, почему не в красоте дело? Да, надо показать, как оно в белом отношении не имеет. Если бы она стала жить, если бы у нее была должна быть умереть, то он бы ее использовал. Не знаю, как. Перемьер. Вы сейчас делаете, вот вы сейчас, ваш мозг делает то же самое, что делал до сих пор. Он из эмоционального спектра жизни. Жизнь же тоже какой-то процесс, да? У него есть эмоциональный спектр. Жевать бешбармаг, нюхать бешбармаг. Это все относится к жизни. Из эмоционального спектра жизни вы хотите прочувствовать смерть. То есть, додать смерти эмоциональное качество жизни. И вот тут не работает. Не работает. Эмоции жизни это эмоции в жизни, в процессе жизни, когда окружение соответствует появлением этих же эмоций. Вопрос. Опять же идет, давайте подумаем, внутреннее ли состояние жизни? Смерть? Или внешнее? Предвопрос. Внутреннее ли состояние жизнь? Или это внешнее состояние? Давайте подумаем. Чуть громче. Гаухарчик, я вас не слышу. Здесь, когда я говорю, в самом деле, внутреннее, внешнее. Если я в каком-то умирею, то в первых моментах происходит группа в этой громаде. Я считаю. Словно называю. Внутреннее ли состояние? Внутреннее состояние. Если это то, что говорится, то получается внешнее, нежнее. Неготово, а внутреннее готово. Вы не совсем туда пошли. Да. Смотрите. Мы пьем. Давайте возьмем основные параметры жизнедеятельности. Человек или человек, не важно. Это жидкость, вода. Правильно? Мы пьем. Жратва. Пешбармак. Дыхание. Что еще? Воздух. Это основные три параметра жизнедеятельности. Какие из этих параметров внутреннее? Воздух. Воздух. Получается снаружи. Вода. Постоянно берется снаружи. Еда. Постоянно берется из окружения. Самые основные три фактора того, что вы называете жизнь, напрямую связано с окружающей средой. Если окружающая среда не общается с каким-то объектом или субъектом, не давая ему возможности, субъект или объект не в состоянии существовать. Внутреннее ли состояние жизни или внешнее? Внешнее. 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 Вторая серия фармезонского балета. Так. Где мы остановились? Там был вопрос, который я поднял и попросил паузу и для себя и для вас. Для себя паузу, для вас подумать. Так. Что за вопрос был? Вопрос относится смерть внутренней или вот к внешнему? Жить. Сначала жить. Сначала жить. И к чему пришли коллеги? К какому заключению? После бурных дискуссий очень много всего ко внешнему относится. И если логическим путем идти, получается, что к внешнему условия назначат смерть. Жизнь. Очень. Вы совершенно правы. Внешние условия – это те, которые формируют жизнь в любом смысле своего проявления. Как они смешиваются внутри – это уже последствия, процессы внутренние. Никакие внутренние процессы невозможны были бы без основных трех внешних параметров. Ну, на это добавляется, конечно, и свет, и так далее, понятно. То есть жизнь является последствием комбинации этих условий. К чему мы это? Каждый из вас, каждый из нас, скажем так, ну, цепляется за эту жизнь. За эту ли жизнь он на самом деле цепляется, если думать? За что он цепляется? Получается, цепляется он, ребята, исключительно за факт самого своего существования. Когда он говорит, не отбирайте у меня жизнь кому-то, на самом деле не отбирайте у меня условия, то есть не видоизменяйте условия, при котором моя жизнь возможна внешне. не отбирайте. А теперь дальше. Смерть. Рано, очень рано. Давайте подумаем. Смерть. Это внутренний процесс или внешний? Внешний процесс. Внешний процесс. Внешний процесс. Ну и ребята. Не спешите. Это, как раз, то, что заслуживает времени. Насчет жизни мы-то знаем. Мы дышим, мы пьем, мы, 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 это понятно. А счет смерти мы ничего не знаем. Внутренний процесс или внешний? И если то или другое, хотел бы услышать объяснение. Кто может высказать свое мнение? Субъективное количество. Мне кажется, слава. Внутренний процесс, который распускается с внутренними вещами. Мои которые, предположим. Еще. Внутренние факторы, так называемые, внутренние. Формили внутреннюю социальность сознания человека. Не даем человеку пить две, ну, три недели. Не даем всего лишь воды. Все остальное то же самое. Он умирает. Скажите, пожалуйста, внутренний ли это процесс или внешний? Нет, в этом случае, если все три фактора присутствуют, то здесь вопрос. Если все три фактора присутствуют, почему же происходит умирание? В чем ключ этого умирания? Мы не говорим о смерти как эмоциональном состоянии, а просто о составляющей части функции существования или несуществования. Почему же умирает система? Ну, отключаю, говорит, клава, наверное. Для чего? Не сам факт, а почему, если можно продолжать существование? Почему же умирается? Все, задача выполнена, ты никогда не видишь. Мне признаться, но очень интересно. Тогда давайте подумаем, ребят. Задача выполнена. Кто считает, что задача его появления на этой планете это оплата всех счетов, воспитание детей, но и все, что можете вы еще туда сказать, на это. Вот есть ли кто-нибудь из вас, который считает, что смысл его существования в чем-либо из всех факторов, из всех факторов, которые существуют в его 24 часах? Ну нет, это же причина. Это же причина. Это же причина. Если причина находится в самой жизни, функционирования, существования за пределами сознательного анализа этого жизни, то получается, то и окончание этого процесса тоже должно существовать за пределами сознания. Ну, естественно. Но почему же тогда происходит окончание? Давайте подумаем. Ведь если даже за пределами, то уж в каждой системе необходимо количество количество тараканов на этой планете, то можно же удлинить существование этих же тараканов, если сам смысл жизни в осуществовании. Ну, сделай его, пусть паше тебе 2000 лет. А оно приходит в момент... А чем старые тараканы не устраивают? Вот что я хочу узнать. А что такое их функция? Или я? Да, знаете, я уже знаю. Я вот клад рассмотрю. То есть, извини, когда мы расставили нам проклад, о том, что что это программа, или не знаю. Но это мое ощущение, не вот это просто программа, или когда-то не увидели. То есть, не можно от того, что думать, не знаю, как он был. И что-то в члены. Это просто просто вне-то заключение. Ну, вот мое ощущение. Это окей. Не совсем правильно. Кла – это всего лишь средство, но не сам смысл. Вы сейчас в кла вложили смысл существования или окончание его. Нет, я не говорю, почему это такое. Я не говорю, что это смысл. Мне интересно, почему же надо системе гасить человека, если смерть – это внешний фактор. Для чего же гасить? Ну, пусть живет, если его существование не имеет смысл. Какое-то. Вы же нам рассказывали про заполнение клеток. Но вот они заползлились. То есть, это же фактически сознание с таким образом формировалось, что оно не способно у каждого консистенера. Жизнь уже бежит как-то быстрее, чем оно. А почему оно не… Вы вот сейчас идете правильным путем, вы использовали одно слово важное, но почему же оно не способно? А ну, да, вот так вспомнил. Поверяется, косяк, как вы говорили, за какой-либо чай в него главный битвец. Эволюция не будет дальше. Стоп. Вот здесь стоп. Вот здесь стоп. Проведу аналогию. Хочу услышать ваше мнение. А не является ли ваша любовь такая такая ваша зависимость асбишбармака остановкой вашей же эволюции? Да, именно так. Именно так. Именно жизнь и опыт теряет как-то эволюционный человек. Баташка, который на себе летает, что-то. Который его сформулирует. Останавливает двери. Да, он его не позволяет двери, это значит, чемоданат привлекает. Значит, все, что надо сделать, это не кушать бешбармак. Я прав или нет? Да. Что-то да. Момент. Другой говорит прав. Продолжаем аналогию. Продолжаем аналогию. Заменяем бешбармак на вопрос бешбармакоподобную еду или нет? Как грузов, как грузов. Очень важно, ребят, подождите, подождите. Нанимение бешбармака на бешбармакоподобную что-то нужно сделать, чтобы видоизменить свою же форму формирования, то есть победить себя. Это кушать аллезьяни мозги вместо бешбармака? Да или нет? Или бешбармак заменить лагманом? Какой шаг? Ну, я, грубо говоря, надо соответствовать в среде. То есть в среде окружается жжет, бешбармак, продолжает жарить. Но всегда есть лов, а то продолжает жарить, бешбармак. То вот здесь это цитут конъекции. Стоп. Мы кушаем. Мы сделаем так. Вы выросли в среде, где вы кушают и плов, и бешбармак, и манты, и лагман. Все четыре еды, больше или меньше у каждого из вас вызывают улыбку. It's a priority. Окей. Заменить плов на бешбармак, ты просто заменил одного соседа слева на соседа справа, которого ты меньше встречал, потому что тот любит плов, этот бешбармак. Много ли поменялось в твоей жизни? Значит, у меня вопрос. Изменить свое существование, это вопрос, для того, чтобы изменить радикально свое существование, надо изменить радикально условия этих существования, то есть кушать обезьянные мозги. Да или нет, как вы думаете? обезьянные мозги. Нет, именно обезьянные мозги, я специально их и взял. Нет. Вопрос, почему нет? Почему нет? Попробуйте объяснить, почему нет? Почему обезьянные мозги сразу есть элемент вот этого отталкивания? Вы же не или не Ну, я не раньше зацеление того, что мы едины. В чем есть аккортияне мозги? Вы понимаете, что теперь хотите аккортияне? Именно для того, чтобы переломать себе вот этот обычай кушать то, что ты кушаешь. Именно для этого, чтобы переломать себя. Или не надо этого делать? Как это не понимает, как поломать свое образ жизнь? Это получается, что сама функция, которая и сформирована, я говорю о сознании, останавливает свою же эволюцию, получается. Правильно. Так так есть. Очень любопытно получается. Самое креативное, которое существует, называется сознание, становится самым не креативным. Так получается, что ли? Да. Получается так. С чем вас и поздравляю. Получается так. Что мы будем делать, ребята? Почему мы будем делать? это получается, знаете, что? Один вопрос, какого черта я сейчас все это вам говорю? Если сама ваша функция и та, которая остановит принятие именно вот этих, например, данных, анализов. Это получается, надо только знать, что уже знаешь, или очень похоже на это. нет, а человек стремится к радикальным знаниям. Но почему-то не к радикальной еде. Секундочку, ребят, секундочку. Да, любопытно. Теперь шаг назад сделаем, потому что мы сейчас пошли в направлении сознания. Не надо туда идти, мы вернемся к смерти. это внешний процесс или внутренний? Вот тут мы остановились, ребята. Что мы сказали? Это внутренний процесс, получивший свой толчок извне. Да или нет? Да. Да. Можно ли сказать, можно ли так сказать, это вопрос, что состояние смерти или процесс, внутренний процесс начала смерти зависит от, внимательно слушайте, от недостатка внешних условий жизни? Может быть? Нет. 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 Почему нет? Почему нет? Условия не умеют, они как вы, как вы, как вы, как вы, как вы. Вот вы. Молодец. Это получается, что смерть это не конец жизни. Если условия жизни, внешние процессы остаются такими же, то почему возникает смерть? Ведь условия такие же, какие были, а оно оп и возникает. Любопытно. Любопытно. есть ли у кого-нибудь какое мнение, почему возникает смерть? Или почему начинается процесс смерти? Смотрите, как мы уже повернули, мы не говорим, почему заканчивается жизнь, автоматически возникает смерть. А почему начинается процесс смерти, несмотря на то, что процесс жизни все еще продолжается? Вот до чего мы догадились с вами. Мы еще раз я забыл, у меня склероз. Как пробежали, выясните? Нет. Процесс смерти, начинающих забил неадекватности сознания в жизни. Ау, щита. Если продолжать, ну, посмотрите, если продолжать логику неадекватности сознания, получается, те, которые сейчас живут, своим сознанием крайне адекватны. Вот все, которые живут, ну, просто с ума сойти, какое адекватное сознание. Да? Нет, это не только речи, да, верно. Нет, это не просто заканчивается способность изменяться, меняться, велосипедировать, что организация всей пути. Не свыше. Не свыше. Знаете, где мы застряли? На качестве самого сознания. На качестве самого сознания. Что есть хорошо, что есть плохо, что есть правильно, что есть неправильно. Социум? Нет, социум. Социум. Социум не но он ожидает, от этого же индивидуума. Вот и все. не убивает человека, но он ожидает от его сознания соответствующих шагов. нет. Ну или не так? Ребят, я извиняюсь, почему кушать теленка это хорошо, например, а кушать тараканов это плохо? почему так? Кто сказал, что куша стеленка это хорошо, а все рады, вы тоже, только что на ваши лица посмотрели, когда я о бешбарнаке говорил, у меня прям скайп зарулыбался от счастья, а мы говорим о груди мяса, то есть тех же, ну, жеребят, которые мы жрем, почему столько радости? А кушать тараканов или обезьяньи мозги, ну это никуда не годится. Я хочу сказать, социум тот, который определяет, что считается, что есть хорошо, что не есть хорошо, причем социум он разный везде, в разных, конечно, условиях. Причем мнение одного социума не устраивает мнение другого социума. Поэтому взгляды Америки на будущее планеты и взгляды Китая на будущее планеты, ну, не очень близки, скажем так. Видите? Опять же, социум определяет условия своего же существования, как ему кажется. Так вот, что я хочу сказать, опять же, возвращаясь к смерти. Процесс смерти возникает, хотя условия жизни не прошли. Мы сказали о сознании. Получается, что социум формирует сознание. Но почему в 25 лет или в 30 лет даже самоиспорченное сознание, не работающее, все равно не активизируется процесс смерти? У него есть шанс. This is nice. This is nice. Можно ли сказать, вопрос. Можно ли сказать, что Гитлер, начинавший Вторую мировую войну, в которой погибло, ну, десятки, до ста миллионов человек, как по этим, ну, 60 до 100 и так далее, всегда имел какой-то шанс поправиться? Да, наверное. Какой момент он этот шанс потерял? Какая-то потеряется. Нет, ну, у него задача другая была, наверное. Что ты расслабляешься? У него задача другая была, наверное. Вопрос. Задача, которую, естественно, была. Задача, которую имел перед собой, ну, конкретный человек. Ну, под ним подразумеваем всю структуру, да? Конкретный человек. Можем ли мы нас рассматривать, как необходимая составляющая акции жизни? Да, не надо. То есть, получается, необходимость Второй мировой в войне была, и этот хороший человек взял на себя такую беспокойную работу и с качеством ее исполнил. Вы знаете, друзья, пожалуйста, вы никому это не говорите, потому что весь мир думает не так. Хотя есть неонацисты, которые рассматривают вопрос именно так. С таким подходом, ну, понятно, это мы, скажем так, каким-то своим, своеобразным, логическим путем пришли к этому, но с таким подходом ты практически можешь оправдать абсолютно все, что и есть правильно. но социум тебя не воспримет. Почему тогда? Почему же социум тебя не воспринимает таким подходом? Даже наоборот, считая тебя извернем, зверем, скотиной, последней и так далее, и так далее. Если есть правильность, почему социум не воспринимает эту правильность? Да, вот и социум. Да, вот и синим. Социум. Не совсем так. Не совсем так. Социум мы послать не можем, потому что человеческое общество, оно и существует, у него есть какая-то функция, оно должно исполнять человеческую работу. Мы сейчас попробовали с вами использовать сознание, какое-какое оно есть, но при более мелких дистанционных шагах, то есть на дистанции рассматривать, не эмоционально, у нас логика выстроилась ну не совсем стандартная, обычная. Это не значит, что она правильная и неправильная, но она же выстроилась как-то. Получается, что при видоизменении условий сознание в состоянии сформировать другую логику. Для этого всего лишь нужно упорядочить процесс данных извне. Я являюсь данными извне, но я вам не даю статичные, а я вам даю динамичные данные, то есть вариант и такой, и такой, а уже ваше сознание выбирает, начинает выстраивать, и то, что оно выстроит, на самом деле не соответствовало, не соответствует вашим вчерашним взглядам. Это получается, что в сознании, сознание в состоянии видоизменяться все еще. И ваши завтрашние мысли чем-то будут отличаться от ваших вчерашних. Правильно или нет? Правильно. Так почему же тогда наступает процесс смерти? Если видоизменение сознания возможно, не радикальное, но оно возможно. способность если наоборот что-то видоизменяется, она перемешается с течением деления сейчас. Вот. А может, дело как раз не в сознании, ребята? Ну да, жизнь не будет, и не будет работать. А брэзит, жизнь это поступило на вклад, надо его вести, поэтому старая и я извиняюсь, кто это говорит? Я совершенно не вижу. Я. Здравствуй, я. А вы у нас кто? Лена. Лена. Дорогой, садись. Лена. Спасибо. Ну, теоретически, да, но мы пробуем посмотреть, какие же качества вот этого железа, те, которые начинают вдруг ни с того, ни с сего мешать, вот что нас интересует. И почему процесс смерти наступает, когда процесс жизни может продолжаться, а оно наступает процесс смерти. Мы пока рассмотрели элемент сознания, думаю, сознание или его оперативность, та, которая останавливает, которая, нет, из-за которого происходит элиминация вот этого же сознания. А, ну, нет. Мы же, наверное, не наступаем, надо в руку и вести смотреть. Почему мы не наступаем термин, где используем понятие, там, кладыши, там, Бога и все прочее, там. Почему мы в этом не разговариваем? Почему мы заставили сознание и в собственном? Не, не, не то, что-то правильно, не, вопрос правильный. А почему и это не взять во внимание? Пока мы остановились на сознании. Good. Работает, но там чего-то не хватает. Давайте, предлагайте, предлагайте любой другой. Можно же? Валяй. Возьмем опцию такую. берем гаухар. Она дошла до фазы накоплено, сделано то-се. Прихожу я, перепрограммирую, что-то вычеркну, что-то сделаю, освободится место, гаухар забудет, забудет, ну, скажем так, всю свою жизнь, все свое прошлое. Пустота! Значит ли это, что у нее жизнь началась снова в биологическом смысле? Нет. Да. Биологическом нет, тоже нет. Краснодар уже не эвакционирует. Нет. Нет, ну, я, 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 это, нет, ребят, где мы сейчас застряли? Скажите, давайте я вам объясню. Мы застряли на самом деле, и это очень хорошо, что мы пришли к позиции, где мы застряли значит есть мы нашли место где чего-то не хватает чтобы понять взаимосвязь жизни смерти по крайней мере мы застряли что смерть это не конец жизни а какое-то новое состояние может быть это вот сейчас я пойду может быть это в каком-то смысле эволюция жизни видоизменение состояния где сама смерть это шаг вперед то есть жизнь и смерть но чтобы появилась смерть должна изначально быть жизнь давайте мы с вами не будем рассматривать смерть как окончание жизни мы это уже не делаем и не рассматривать смерть как процесс прерывающий или влияющий на жизнь а будем рассматривать смерть и жизнь с каким-то переходным процессом то есть пришло время видоизмениться ну это же происходит у той же гусеницы она видоизменяется причем видо изменяется ребят радикально гусеница с бабочкой но ничего общего не имеет так вот она видоизменяется в бабочку дети которых вы там понародили кстати они не сдуру появились это тоже форма очень похожие из клетки возникает какой-то это как он называется кукка кокон в коконе возникает что-то а потом вылезает из кокона ну пусть этот кокон будет где там оно развивается у женщины вот туда да ну плацента называется да ну пусть будет так какая разница так вот посмотрите как интересно сама жизнь тоже является не сдуру сделанная штука а каким-то естественным процессом эволюции чего-то куда-то какой-то клетки куда-то и возникает совершенно новая форма жизнь который называется наш ребеночек который придет время будет эволюировать в следующую форму я уже не могу сказать своего существования потому что бабочка без понятия что бабочка это не есть летающая гусеница вот так я скажу бабочка это новая производная и бабочка никак не ассоциирует себя с гусеницей никак вот мы сейчас находимся в эволюции гусеницы и мы все рассматриваем с позиции гусеницы присобачивая все свои понимания условия то все гусеничным условием движение размышления существования дыхания и так далее так вот гусеница жрет траву бабочка не жрет траву совершенно разные формы но все-таки что же влияет на вот эту как называется этот процесс подожди я забыл его название вот этот процесс трансформации он имеет свое научное название как же называется вот как же происходит за счет чего наступает процесс смерти гусеницы что же влияет на него мы когда говорим биологические часы ребят мы на самом деле доктора говорим вот такой вопрос доктор что со мной это у вас нервы ну понятно и козлу блин да что от нервов их у меня миллиарды а что от нервов ну это от нервов и все на этом заканчивается поэтому сказать биологические часы это как сказать от нервов но почему эти биологические часы работают 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 а к этому вот кто сказал что 12 уже наступило не может или не нужно не может или не нужно Ребят, огромная разница невозможно и не нужно, потому что в слове не нужно это не ограничивание, это эволюция, а в слове невозможно это плафон, после этого больше ничего нет, развал. Смотрите, вот стакан, вот родился, что-то родилось, человечек какой-то, да, пустой, и он начинает жить, внешние условия постоянно наполняют этот стакан чем-то, приходит момент, стакан не наполняется, я не только о сознании говорю, стакан наполняется, что происходит потом? Не является ли сам стакан ограничиванием процесса? Смотри, как интересно, сама форма и является тем ограничением количества, которое может она в себе принять. Что такое в себе принять? И сущность, потому что этот стакан пустой, а теперь стакан заполнил какой-то жидкостью. Что доминантнее, стакан или жидкость, находящаяся внутри? Вот стакан внутри яд. Такой же стакан пустой. В случае пустого стакана, смотрите, как интересно, сам стакан является активным объектом. Ой, какой интересный стакан. Теперь мы знаем, что в этой чашке находится яд, сиянисты калий, вот в таком количестве. Будет ли вас интересовать сам стакан или чашка? Нет. Смотрите, как интересно. Тут же внутренность приобретает больший смысл его состояния, чем внешний облик. И вот эта внутренность, сиянисты калий, вылезает наружу, хочет вылезти наружу, потому что стакан ее ограничивает. Она же там бурлеет, динамичная, сиянисты калий имеет смысл. Это тебе не водичка или какая-нибудь кислота. И чтобы вылезти наружу, что она делает? Разъедает тот же стакан. Перестает ли от этого существовать сиянисты калий? Нет. Разливается, растекается, испаряется. Вопрос, перестает ли существовать? Нет. То же самое с рацией. То же самое с супчиком. У нас кастрюлька стоит на каком-то огне. Называйте это рождением. Внутри вода. И добавляем. Первые пять лет картошку, вторые два года, там, я не знаю, лук. Потом приходит у нас то, потом макароны добавляем, потом то, потом все. Это все называется жизнь. Потом помидоры добавляем, потом крышкой закрываем. Это уже называется старость. Вот. И оно варится внутри себе. Вот сварился суп. Сварился он. Понимаешь? Он уже сваренный. Он булькает внутри, уже сваренный. И он хочет вылезти оттуда. Буль, 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 буль. Крышка трясет. И вдруг получается так, что из-за температуры, из-за внутреннего составления, давления, вот эта кастрюлька разваливается. Или мы взяли ее, она была очень горячая. Развалилась кастрюлька. Мы ее выбросили. Суп растекся по полу. Можно ли сказать, что супа нет? Нет, конечно же. Интересно. Неважно в какой форме, в каком состоянии, но есть абсолютный суп, причем он ничем не отличается от того, который варился. Смотрите, то же самое, который из-за недостатка формы растекся везде, но он же есть. Есть. Получается, что избавление от кастрюльки дает определенную форму свободы в пространстве этому же супу. Но чтобы суп сварился как суп, смог бы он без кастрюльки? Нет. Вот как интересно. Это то, что у вас сейчас творится. Вы сейчас варитесь. С чем вас и поздравляю. Вы сейчас варитесь. И пока вы не сваритесь, ваша крышка не поднимется. А это называется уже смерть. И вот получается, когда вы сваритесь, вы будете очень вареными, правильными, такими уже люди вареные. То вас посетит большая честь избавиться от вашей же кастрюльки. Вот состояние внутри кастрюльки, называется жизнь. Но обратите внимание, и картошка добавилась снаружи, и вода снаружи, и огонь снаружи, и воздух, который поддерживает это. Все пришло снаружи, в эту же кастрюльку. Вот чтобы была смерть, необходима жизнь. Но чтобы была смерть, необходима жизнь в понимании вареного супа. И вот потом наступает смерть, как вы сказали, черная, конец, несуществование, всех гадостей, которые вы наплели, обидели смертью. Оказывается, это получается форма освобождения от жизни, но при сваренном супе. И вот тогда состояние самого супа становится условием внешним для другой жизни. Потому что если у тебя цианистый калий, и этот цианистый калий растекся по полу и по воздуху, то там же новый суп будет вариться. Так вот, воздух, который войдет, будет влиять на создание этого супа, уже носит в себе цианистый калий. И получается, что жизнь формируется, извините, конечно, за такое пошлость, что скажу, на основании качества смерти. Не знаю, насколько вы поняли, чего я только что сообщил. Вопросы есть? У меня предложение, ребят, у меня предложение, у меня предложение, которое, надеюсь, вы встретите положительно. Я не хотел бы продолжать сегодня разговор, на этой оптимистичной ноте хочется закончить. Но давайте договоритесь, третью серию формизонского балета, вот еще как, вот эти вопросы. Пусть это сварится в вас, и вы будете готовы к новым вопросам с этого места. И мы с вами поговорим еще. Сегодня я бы хотел закончить. И без этого это очень много, то, что я вам сообщил. Договоритесь, день. Ребят, договоритесь, день. Сами договоритесь, сообщите мне, и мы продолжим. Если, конечно, если команда наша решит продолжить. Ну вот не забывайте, Мария, все, я вас всех гурьбой обнимаю и на связи. Пока.